Вячеслав Руян Воздухоплавание участвует каждый год. К такому увлечению пристрастился 15 лет назад. Один раз поднялся в небо и больше не смог остановиться. Мы все помешанные, наши бедные дети, которые вместо того, чтобы сидеть дома и играться в игрушки, приходят с нами все время ездить и летать. Но это им нравится. Они все время лезут в корзину, хотят полетать. Воздухоплавание для нас страсть, потому что отрыв от земли – это определенная наглость, которую надо в себе найти, чтобы сделать то, что человеку не суждено делать. Всего на фестиваль воздухоплавания ежегодно приезжают порядка 17 пилотов со своими аэростатами из разных городов России – Переславля-Залесского, Калуги, Белгорода, Ярославля, Московской области и других. В Суздале он проходит уже в четвертый раз. Однако в первый раз полететь не удалось из-за плохой погоды. Следующие два года заканчивались для пилотов и организаторов успехом. Их главная задача – не только покатать людей на аэростатах, но и удивить исторический город масштабным взлетом. Вот смотрите, сколько людей, по крайней мере, стоят сотни, которые пришли просто посмотреть. Очень интересно, красивое зрелище, необычное совершенно, сказка некая. Многие, которые летят, говорят фразы – это моя мечта детская. Я вообще думаю, что это сказка, на самом деле такого не бывает. Так что приятно, приносим позитив. Один из тех, кто приехал в Суздале осуществить свою мечту – Артем. Они с супругой из Санкт-Петербурга. На высоте 3000 метров в воздушном шаре пара мечтала отметить годовщину свадьбы. Жду красивых видов Суздаля, какого-то таких новых ощущений. Целый час организаторы ждали, пока ветер стихнет. Только так, без риска для жизни, можно подняться на высоту 3000 метров. И вот, наконец, погода позволила всем желающим забраться в корзину. Пилоты поджигают горелки, купол надувается и устремляется вверх. Прямо в центре Суздаля можно было увидеть 17 воздушных шаров, закрывающих с собой практически все небо. Однако в воздух взлететь удалось далеко не всем. Над Суздалем поднялся сильный ветер, и шары один за одним начали заваливаться на бок. Взлететь успело только два шара. Их быстро унесло потоком ветра за город. К счастью, их приключения закончились благополучно. Два шара успешно приземлились на равнение благодаря мастерству пилотов. Взмыть в небо пилоты попробуют и завтра утром, если позволят погодные условия. А затем фестиваль направится в Переславль-Залесский. Там покататься на шаре можно будет до 25 июля включительно.